Всем привет! С вами сегодня Элишман Пентусевич. Мы будем говорить про тему актуальную. Вот. Недельная глава. Уршаная Умкипу. И тоже может ли быть человек вегетарианцем, когда он есть мясо? Человек, который есть мясо, может ли он быть вегетарианцем или нет? Вот. Это наша тема. Давайте начнем. В нашей Недельной главе написано, что И эта заповедь, которую я повелеваю тебе, она не спрятана от тебя и недалека от тебя. Говорит Рамбан, такой комментатор, что какую заповедь здесь имеют ввиду? Что надо раскаиваться. Если человек взял грех, то надо ему раскаиваться. И его раскаивание, оно помогает, она его очищает. Вот. И продолжает нам текст и говорит, что она не на небесах. Да, что мы сказали, кто нам поднимется на небеса и возьмет для нас. И она не за морем. Это вещь, она близка к тебе. В твоем рте и в твоем сердце его сделать. Вот. И что здесь имеют ввиду? Да. В твоем рте и в твоих устах и в твоем сердце его сделать. Вот. Это Рамбан. Мы сейчас начнем. Рамбан говорит такую вещь, что есть пару частей раскаивания. Да. Первая вещь это раскаиваться в сердце. Решить, что я не буду грешить больше. И сожалеть о том, что было. Но не достаточно только в сердце так решить. Надо это в устах своих сказать. Это раскаиваться перед Богом словами. Сказать ему, Бог, я согрешил. Я сделал много грехов. Я больше так не буду делать. Я стесняюсь тем, что я делал. Это то, что имеет ввиду здесь наш пасук. В твоих устах и в твоем сердце эту заповедь сделать. В твоих устах это ведуй. Это сказать перед Богом словами, что я раскаиваюсь. А в сердце твое имеют ввиду, что не достаточно просто сказать слова. Нужно тоже решить в своем сердце, что больше я так не буду делать. И сожалеть о том, что было. Вот. А за это пока мы смотрим, что написано. А за нас что вышло пока, что нам Тора пишет, говорит нам, что есть заповедь раскаиваться. Есть заповедь раскаиваться. И как это делать это раскаивание? Это через твоих уст, да, и в твоем сердце. Это то, что написано. И это помогает очиститься от грехов. Вот. Спрашивается вопрос. Как это работает? Почему раскаивание работает? Если я согрешил, то все. Я согрешил. Как мои сейчас сожаления помогут исправить прошлое? По-настоящему, вот, ответ на это это так, что в Чувана есть два вида Чувы. Есть Чува полная Чува, а есть неполная Чува, да. В чем их не отличие? Чтобы понять, в чем их не отличие? Что значит полное, а что значит неполное? Нужно понять, когда человек делает грех, как это влияет на него. Да, и какие последствия это приводит. Давайте начнем. Человек, который грешит, то он делает две вещи. Во-первых, он идет против Бога. Он не сделал волю Бога. И за это полагается наказание. Да, не сделал волю Бога. Воля царя. Наказание. Но кроме этого, суть греха, само действие греха, она портит душу человека. Она портит, она делает его отдаленным от Бога. И это тоже делает грех. И когда человек, он поднимается на небеса, так, он получает наказание за то, что он не сделал волю Бога. И он получает еще наказание, которые, они, можно сказать, не просто наказание. Они его очищают, его душу. Да. Это второй вид наказания. Вот. Сейчас за это мы поняли, как работают грехи. Сейчас мы вернемся к раскаиванию. Человек, который просто раскаивается, да. Это как то, что мы прочитали сейчас. Он сожалеет о том, что было, и принял на себя больше так не делать. И тоже он проговорил это вслух перед Богом. Да. Это простая чуба. Она помогает отменить наказание за то, что ты не сделал волю Бога. Но все равно душа, она не становится достаточно чистой. Те последствия от греха, которые они осквернили душу, такая простенькая чуба, она не очищает до конца. Вот. И из-за этого, когда человек придет на небесах, может он получит наказание за то, что он нарушит волю Бога. Но все равно, не будь достаточно чист, чтобы стоять перед Богом. И он или получит меньше награды. Он не может контактировать с Богом. Ну, да, на большом уровне. Или Бог ему скажет, я могу тебя через страдания очистить твою душу. Вот. А за это простая чуба, а не полная чуба. Когда человек, он очищается до конца полностью, это только когда, если, допустим, он не съел, он съел некошерное, да, съел свиню. Да, для евреев это некошерное. Один раз. И он раскаялся. И потом он попал в ту самую ситуацию, ему подали свиню. И у него была возможность съесть, но он не съел. Тогда это истинная чуба. Это его очищает до конца, что он вообще будет стоять чистым перед Богом. Вот. И тем больше человек раскаивается, тем больше он становится чистым. Ну, лучше вообще не грешить. Но если уже грешим, то раскаивается. Вот. И это то, что раскаивается, оно помогает очищать душу. Это, можно сказать, это подарок от Бога к нам, что это возможно. По идее, это не должно было быть. Это от его милосердия так повелело, что это будет работать. Но здесь есть в этом логика. Мы сказали, что душа человека, она скверняется. Но когда человек раскаивается, он, можно сказать, новым человеком становится. Он меняет свою схему в голове. Если когда он грешил, для него была в голове мысль, что можно грешить, после чего он раскаивался, у него поменялись вообще ценности. Он стал новым человеком. И нового человека ты не можешь никак наказывать. Вот. Это так можно логически описать, но по-настоящему это подарок от Бога. Это, что он нам дал. Вот. И сейчас, пока давайте мы упорядочим, что у нас вышло пока. У нас вышло, что, во-первых, как работает последствия грехов, как работает грех. Человек делает грех, а он сделал две плохих вещей. Он против Бога пошел, против царя. Это первая вещь. И за это полагается наказание. А вторая вещь, это его осквернилась его душа. Это первая вещь, которую мы выучили. Вторая вещь, мы выучили, что чува, она может отменить наказание за предательство Бога. Как будто бы, что я не выкнул волю Бога, волю Бога. И вторую вещь, которую может сделать душа, это очистить душу человека. Вот, это две вещи, которые мы выучили. А, вот. И третья вещь, как работает чува, это нужно раскаяться и нужно проговорить это вслух перед Богом. Вот. Это три вещи, которые мы выучили. Это, вот. Эта тема, она актуальна в течение всего года. Да, человек в течение года делает грехи. И в течение года он может раскаяться. Но мы, как знаем, мы сейчас находимся перед Доша на Йом-Кипу. Это месяц Элул. Мы знаем, что это месяц милосердия и просить прощения от Бога. И, да, по-настоящему, месяц Элул это месяц, который мы намного ближе к Богу. И намного легче раскаиваться. Но самое мощное время, и самое лучшее время для раскаивания, это десять дней между Роша на Йом-Кипу. Тогда вообще Бог близок к нам, и мы можем к ним раскаяться. Вот. Из-за этого совет, десять дней между Роша на Йом-Кипу тогда раскаяться. Но нужно понимать такую вещь. Если мы по Рамбаму, это, мы идем по Рамбаму, да. Когда нету Жуханна-Гурух, то мы идем по Рамбаму, и Рамбам пишет такую вещь. Что, допустим, в течение года человек согрешил. На нем нету заповедей раскаиваться в течение года. Нету. Конечно, это лучшее, это хорошо, это... Ты хочешь в хороших быть с Богом, да. Но... И ты не хочешь получить наказание, то, конечно, лучше сразу раскаиться. Но нету обязанности такой. Когда есть обязанность раскаиться, это в Йом-Кипу. В Йом-Кипу есть заповедь раскаяться словами перед Богом. Но... Когда ты говоришь просто слова без внутреннего намерения, эти слова, они не имеют никакого смысла. Из-за этого выходит, что в Йом-Кипу есть заповедь раскаяться. Или... Да? И... Я могу сказать, что 10 дней, которые перед Йом-Кипу, это подготовка. Но нужно понимать, что... Нужно понимать такую вещь. Что... В Йом-Кипу мы обязаны раскаиваться. В течение года человек, который раскаивается, он выполнил заповедь. Это заповедь раскаивается, но он не обязан. Но в Йом-Кипу есть обязанность. Вот. Из-за этого у нас еще чуть-чуть Йом-Кипу, еще там две недели. И надо готовиться, чтобы в Йом-Кипу мы по настаточному, поистине, раскаялись и очистились, и у нас не было наказания. Вот. Продолжим дальше. Это пока у нас понятно. Да? Мы говорили про раскаиваться. Ну, как это связано с вегетарианцем? Вот. Это Рамбам. Рамбам пишет такую вещь, что... В Роша Шана человека судит. Как мы знаем, Роша Шана человека судит. Что ему будет в течение года. И как работает этот суд. Смотрит на поступки человека, на большинство его поступок. Если большинство его поступок это заслуги, это заповеди, то он определяется как праведник. А у праведника ему будет все хорошо. Но если большинство его действия, да, это грехи, то по определению он становится злодеем. Даже что у него есть заслуги, он делал заповеди чуть-чуть. Но человек определяется по большинству его действиям. Вот. Из-за этого если большинство действия это грехи, то он определяется злодеем. И он наказание ему в Роша Шана его засудит. И выговорит его к наказанию. Человек, который посередине, то он в Йом-Кипур его проверяет, как он будет действовать. И в Йом-Кипур решает окончательный предикт, что будет с ним, хорошо или плохо. Это так пишет Рамбам. Но это интересно. Тоже Рамбам пишет. Этот злодей, допустим, человек, он большинство его поступки хранит грехи. И он по определению злодей. Он сделал чуть-чуть заповеди, да. И он раскаялся. Он решил. Он сожалеет о том, что было. И он решает, что больше так не будет. Он не будет грешить. Не будет грешить. И он тоже устно проговорил это. То он стал новым человеком. Он поменял свою схему мышления. И он тоже будет цариком. Вот так это. И вот. И сейчас мы дошли до вегетарианца. Вопрос. Вегетарианец. Человек, который по его ценностям, он веган, вегетарианец. Он считает, что плохо кушать мясо. Но он кушает. Он не может себя удержать и кушает. Он считается вегетарианцем или нет? После, что мы выучили, я вам рассказал все это. Ответ на это простой. Это выходит так. Человек, который у него есть ценности. Вегетарианца. И большинство его поступков. Это поедание мяса. То он по определению. Он считается мясоедом. Не считается вегетарианцем. Как мы увидели, что человек, его определение. Это по его большинство поступков. И тоже мы учили, что человек, который он раскаивается, но он не решает. перестать грешить, то его раскаяние, оно ничего не имеет. Да? Нет никакого смысла в его мыслях, если он не решает остановиться. Вот. Это выходит, что так. Но. Послушайте, это интересно. Человек, который у него есть ценности. Ценности не поедания мяса. И большинство его действия. Это он не ест мясо. То его определение как вегетарианец. Да? Это смотрит по большинству его действиям. Да, он иногда кушает мясо. Но большинство случаев он не ест. И почему он не ест? Не случайно, потому что у него есть ценности какие-то. По большинству действиям определяется человек. Это так. Выходит так. Ну, я не вегетарианец. В юдаизме, можно сказать, не написано, что надо быть вегетарианцем. Там написано, что нужно любить ближнего. Как самого себя. Нельзя делать больно животным. Но животное были созданы, чтобы, можно сказать, служить человеку. Чтоб помогать ему, выполнять волю Бога. Из-за этого по иудаизму, по идее, нет смысла никакого не ест мясо. И в принципе все. Мы здесь разобрались про Чуву, про Рошана, что творится, что в Йом-Кипур. А давайте, друзья, мы посмотрим на себя объективно. Сколько мы действий сделали плохих, сколько хороших. И решили для себя, каким людям мы хотим. Быть часть их злодеями или плохими, или праведниками. По большинству действий мы определяемся. И даже если у нас большинство действий это грехи, можно раскаяться. И тогда мы будем праведниками. Всем хорошего суда в Рошана и всем шаббат шалом. И нужно помнить, что Чува, как написано здесь, она не на небесах. Она не спрятана от тебя, она не за мором. Она близка к тебе. Это легко это сделать. В Бифрат, в месяц Элул и в 10 дней раскаяния между Рошана и Йом-Кипур. Всем шаббат шалом.